За полчаса до начала концерта холл городского театра заполнен на сцене и за сценой последнее приготовление. Считанные минуты назад ансамбль приехал на автобусе из Краснодара, где также выступал с концертом. Кавказ начинается сразу за Анапой. Луиза Архипова живет в городе-курорте второй год, переехала из Карачаева-Черкесии, где занималась дагестанскими танцами. Если смотреть лакские движения, то рука в основном именно ладонь, торгинские – большой палец. А также чеченские танцы очень отличаются своей плавностью, особенно когда девушки плывут как лебеди, это очень красиво. Мне нравится танцы, увлекалась как-то, мне стало интересно. Характер такой, все зажигает, самому хочется встать и идти на сцену. Нохчо, так называют себя сами чеченцы, также называется коллектив, которому в прошлом году исполнилось четверть века. Базируется в Грозном. Основа репертуара – народные песни и танцы. За некоторыми ездили в отдаленные аулы к старожилам. На гастроли по российским городам постарались отобрать самые яркие и запоминающиеся номера. Этот концерт, он проходит в рамках гастрольного тура с Россией на века. Это специальная программа, практически все номера, они раскрывают наши традиции. В каждом танце можно увидеть какую-то историю, она раскрывает наши обычаи старинные, которые с поколения в поколение передаются нам. Композиция называется «У родника». Источники – традиционное место, где было принято назначать свидание и знакомиться с девушками. Горловины и хувшинов выше, чем у тех, с которыми ходят замужние женщины. Такое общение поощрялось, но вести себя нужно было крайне сдержанно. На сцене Седа Шамсадова и Лом Али Шахбиев. В конце ноября они завоевали гран-при международного фестиваля «Фолкдэнс», который проходил в Сочи. Лом Али – 18. Хореографией он занимается с пяти лет. Три года работает в ансамбле и учится в колледже, где изучает танцы других народов. Русский, украинский есть, молдавский. У них есть веселые, они игриво танцуют. Лиз Гинку Лом Али непрерывно может танцевать 15-20 минут. Этому учатся годами. Даже если танец плавный, напрягается каждая мышца тела. Труд и умение выкладываться на сцене на все сто, а наобчане оценили по достоинству концерт. Часть большой программы культурного обмена между регионами в Чечне кубанские коллективы встречают как кунаков. Это больше, чем гость, побратим. А задача проекта в целом – создание единого культурного пространства и развитие народной дипломатии. Александр Ребека Михаил Григорьев, Анапа-регион.